Я приветствую всех и каждого, с вами Барри. Проходим Far Cry 4. Я могу иногда оговариваться и говорить Far Cry 3, по той причине, что еще свежие воспоминания у меня о третьей части, и просто иногда могу заговариваться, поэтому на меня не обижайтесь. Мы в прошлой серии выполнили задания, связанные с истреблением волков для девушки по имени Амира, что ли. Мне так тяжело с именами, особенно с такими не особо интересными и важными. Так, у меня почему-то моргают надписи, связанные с очками. Ну понятно, у меня есть возможность. А вот по изготовлению почему меня моргает? Колчан. Можно носить до 15 обычных стрел, до 4 разрывных. Давайте это и сделаем. Хорошо, вот почему он у меня моргал. Вот почему он у меня моргал. Хорошо, оставляем здесь. Я между сериями поменял оружие на наш автомат. Не совсем понял, как носить одновременно и автомат, и лук, или как можно между ними переключаться, честно говорю. Пока не совсем понял, но разберусь со временем. Может просто у меня есть такой возможности. Сейчас уйдем к Сабалу, берем новое сюжетное задание. Поехали. О, сука! Дайте ему морфия! И заткните херва-радио! Что случилось? Он упал. Бейгант засрал весь эфир своим унылым бредом. Сколько можно? Я послал парня на колокольню, вырубить передатчики и прервать трансляцию. Но... Ну, в принципе, захватом радиоточек мы занимались и в прошлой части. Я так понимаю, в этом и будет состоять суть текущего задания. Пропагандистская машина. Хорошо. Давайте смотреть на карте. Так. Почему она такая призрачная для меня? Почему я ближе ее не могу приблизить? Покупать, что ли, надо ее, чтобы ее лучше видеть? Ну, ладно, не суть важна. Важно то, что наша текущая задача недалеко от нас относительно. Важно в том, что колокольню... Нужно ее освободить. А, ну понял! Освобождаем колокольню, открываем части карт. У-у-у-у, я сюда вообще не смотрел. Смотрите, сколько у нас тут ядрит меня, колотит меня, работа непочатый край. Какой-то у крепости. Очень сложно играть в режиме советского прохождения. Ну, понятно, видимо, в одиночку их вообще не возьмешь. Тренировочный лагерь, аванпост, система из двухсинализации, средняя сложность. Понятно, их тоже нужно захватывать. Еще крепости. Крепости, своего рода, такие кооперативные задания. Ну, система та же самая, что и в Assassin's Creed нами, идущих параллельно на канале, мной уже пройденная. Тиртуха, контрольная точка. Не знаю, что это, но с ней, конечно же, мы познакомимся. Ладно, по крайней мере, есть чем заняться между сериями. Пошли на текущую точку. До нее лучше всего, наверное, будет на чем-нибудь поехать. Но у меня есть даже идея, может быть, даже и полететь. На чем тут у вас можно полететь? Так, где у нас дельтаплан тут? Кто-то рядышком уже был. Вот слева. Вот он. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ты как во сне? Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поехали. Первый наш полет. Так, ВСД, диффинг-крен. Что, быстрее, мне надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Как бы воздух это подобрать, так, оп, и вверх вот так. Ну, как-то хреново у меня пока получается. Некрасиво умер я, ударился об дерево. Ладно, первый блинком и первый полет. Об ударной собаке, что называется, да? Ну да ладно. О, какие там песни хорошие индийские. Прямо как будто фильм посмотрел. Эй, Зитта, я люблю тебя. Гитта, я тоже тебя люблю, но мой отец против. Давай сбежим с тобой в бомбе, Зитта. Давай лучше споем, любовь моя. Вот примерно краткое содержание всех фильмов индийских. Так, давайте попробуем еще раз. Просто когда вниз, а потом резко вверх, то вроде как должен набираться воздушный поток, чтобы ухватиться за трос. За какой трос? Не совсем понял сейчас. Такой трос и должен ухватиться. Ладно, разберемся. Так, здесь какая-то интересная точка. Давайте-ка попробуем приземлиться где-нибудь недалеко. Вот, например, вот здесь. Приземление было близко к провалу, честно говоря. Так, а мы с вами уже в какой-то запертой точке. Давайте потихоньку осмотрим, что здесь есть. Здесь уже могут быть вражеские патрули. Я для себя решил, что поначалу будем стараться проходить по стелсу. Если уж палимся, тогда воюем. Мы по такой схеме будем с вами выполнять задание. Так, куда он смотрит, интересно мне? А, это вообще не... Ё-моё. Это просто растение. Так, куда-то вниз пещеру надо спускаться, чтобы взять сокровище, которое отображено здесь на карте. Кстати говоря, под покровом ночи все мы это делаем. Надо было, наверное, мне поспать до утра сначала, а потом уже идти. Из растений изготавливается инъектор. Что здесь? Что здесь за вопросик? Я так понимаю, это пещера. Ну, это фриплей. Здесь много чего интересного будет. Явно. Так, я потом подняться смогу? Я не смогу. Давайте посмотрим, что это за база такая интересная. Тут колокол. Его, конечно же, деребонькаем. Смотрим, что можно еще взять. Еще растение. Еще растение далеко отсюда. Больше похоже на какую-то гадюку с языком. Хорошо. И вот здесь у нас повсюду раскиданы какие-то ящики сокровищницы. Давайте посмотрим, что это за храм и куда он нас приведет. А потом уже пойдем по заданию. А задание у нас связано с выключением башни. Так, вроде пусто. Приют Киры. Вроде небольшой, неглубокий. Но такие места интересные. Честно говоря. Такие места интересные. В первую очередь для наживы. А вторую, с точки зрения просто, так сказать, туристического плана. Ну, какие-то, наверное, интересные записульки будут. Деньги подобрали. Наставление Киры. До меня дошли слухи о планируемом паломничестве храма наставления Киры в высоко в горах к югу от озера. Храм отрезан от нас долгие годы. Дорога тут трудна и полна опасности. Мы не можем рассыплять ресурс золотого пути по всяким алтарям. Призываю за сдаваться со храмом приюта Киры и не идти в старый храм, рисковая жизнь Амита. Так, ну, наша задача как бы найти этот храм, я теперь понимаю. Ладно. Ну, конечно, местечко этот Кират очень атмосферное, хорошо проработанное. И такие вот случайно, якобы случайно найденные нами места только добавляют интерес к игре. А пока давайте двигаться обратно. Если я смогу это сделать. Смогу, нет? Не хотелось бы просто в обход все это делать. По камням не могу ходить. Я назвал, ладно, придется обходить. Тут у нас олени и птички. А для оленей мне тяжело будет охотиться по той причине. Давайте посмотрим, что за птичка вообще. Павлин? Синично я убил павлина. Если это павлин. Перья. Ну, не явно для чего это нужно будет. Конечно же, мне нужен лук для охоты. Но что-то я пока туплю, как его переключать. Только в снаряжении, на базе или в магазине я могу это для себя сделать. Ну, давай. Ну, давай. Блин. Отлично. Потому что не везде пройти можно. Придется, что-то прилично в обход двигаться. Ладно. Это все-таки горы. Тут не бывает легко. Так, 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 так. Это уже какие патрули? Наши, не наши? Не, вроде синие. Не, это еще наши, пацаны. Это еще наши. А почему здесь такая защищенная зона-то? Я не понял. Ладно. Нам главное до нее добраться. Проверить место аварии. Аварии кого? Чего? Главное, зачем? Давайте проверим, кто там разбился. Параллельно пособираем различного рода всякие растеницы. Прикольно такое растение, да? Такое ощущение, что какая-то цапля с языком или кобра. Хотел сказать, давайте включим орлиное зрение. По привычке. Так. А, они пытались залезть и расшиблись, да? Ну, что-то они невысоко упали-то. Чего это прикурки-то? Кошку взял, я понял. Она нам нужна для того, чтобы подниматься на такие вот выступы. Полезная штука. Так, лечилки нам пользоваться не дают. А нам и не надо. Давайте трупы обыщим. Трупы обыскать, это какая-то у них фетиш у юбиков. Так. Используем кошку. Ну, довольно просто это делается. Хорошо. Тут уже есть и вражеские умершие ребята. Давайте потихоньку. Растения там внизу. Ну, если за каждым растением бегать, то фига с два. Ты соберешь их все. Че, пробуем прыгать или кошку все-таки пускать? Там кто-то с кем-то воюет. Там какие-то ребята непонятные. Че, попробуем перепрыгнуть? Хорошо. Я верил, что мы сумеем. Кто сомневался? Кто сомневался? Покажите мне их. Так, только теперь я здесь не соберусь. Или соберусь? Кошку-то как теперь применить? А, все вижу. Я не по той дороге пошел. Не по той. Давай наверх. Да, я так понимаю, ползать нам придется очень много вот таким вот образом. Скалолазать. Так, и что, куда потом? А, все, вижу. Надо чуть-чуть опуститься. Разболтаться. Хорошо. В принципе, просто, но довольно муторно. Обыскиваем паренька, который тут прилег отдохнуть. Видимо, устал просто. Менять свое оружие на пистолет я не собираюсь. Кстати говоря, калиматорный прицел с точкой самым удобным мне для стрельбы. В третьей части я им пользовался очень часто. Так. Я так понимаю, мне придется сюда упасть на выступ, потом снова попасть, да? Скорее всего. Так. Я верно понял? Судя по всему, да. Ну да, нелегко так добраться. На третьей части были вышки такие, да? Там тоже были места, где мне не очень легко добраться. Но здесь все-таки все еще обусловлено ландшафтом. Уничтожьте улей, чтобы убить врагов поблизости. Что за улей? Все вижу. Так, он один, нет? Ну, учитывая, что я сейчас не могу переключиться. На лук. Все, попробуем так. Умрут они, не умрут? Пчелы начинают свою работу. А наверху? Пчелы, вы наверх доберетесь, нет? Блин, а можно теперь пчелы улетят? А то я тоже туда собираюсь идти. Ну, прикольно, да, то, что взаимодействие с окружением и флора, фауна и же с ними используются довольно-таки активно. Нас пока, наверное, все-таки учат этому. Но со временем нужно будет такие места искать самому. Плакаты содрали, получили награду. Менять свое оружие, прокачанное более-менее на чужое, не хочется. И отсюда можно будет очень быстро спуститься на тросе, да? Давайте обыскивать ящики и забираться наверх. Так, паренек, я тебя обыскал? Я тебя обыскал. Колокольный. Поднимайтесь на колокольный, чтобы переходить передачу. Усобождите колокольный. Ну, понятно, логично. Просто точки захвата развеющийся туман. Щищи. Пошли наверх. Срывайте гидплакаты. Пейгана везде, где найдете. Не вопрос. Я вообще против пропаганды. Не люблю пропаганду. Очень сильно. Так. Теперь что? Теперь придется на крюке, судя по всему, да? Не совсем. А, нет, можно обойти, да? Ну да, в принципе, те же самые вышки, только обусловленные сеттингом. Мне всегда нравилось по этим вышкам лазать. Я люблю такого рода задания. Нога у него, конечно, вообще неестественная. Прочные доски. Как часто, мне интересно, мы будем встречаться с главным злодеем, антагонистом нашим, вот этим отменем. Довольно-таки колоритный персонажик. Не хуже, чем вас из прошлой части, это однозначно. Так, где-то здесь должны быть ящики. Я их, судя по всему, пропускаю, да? Ярлинное гнездо. Ой, это что за херня? Да что такое было? Орел, ты что, офигел? Мы с тобой у вас совсем скрыть нормально ладим так. Так, давайте сначала соберем ящики, чтобы сюда уже не возвращаться. Говорим о министерстве по связям с общественностью и социальной гармонии. Знали бы, что через год правления поэгономина нас преступность и радио отнизилась на 99%. Так, что здесь нужно собирать? Так, безопасность травы мой. Поддержайте поэгономина. Вступай в армию короля. Нет, здесь ничего интересного. Мне кажется, я где-то еще, наверное, наверху найду пару ящиков. Ну ладно, пропустим ящик, ничего страшного. Если за каждым ящиком бегать, какое здесь на карте, я думаю, миллионы с маленькой тележечкой, то можно просто забыть обо всем остальном контенте играть. Так, мне-то куда дальше, я что-то потерялся. Ага, вот здесь лестница, да? Так, хорошо. Хорошо. Перехватываем, насколько я понимаю, да? Перенаправляем, вернее. Ловко ты перенаправил сигнал. 1,17 точек освобождения. Ну, есть чем заниматься, я уже сказал мне между сериями. Фух, я думал, он падать будет. Ферма Прабахара. Дом Старой Иши. Тут воюет, тут нормально так. Приют Киры. Мы здесь были с вами уже. Отлично. И сразу появляются места, где можно найти определенных зверей. Так что тоже вполне удобно. Здесь какой-то сброшенный груз для нас, да? Поставки в золотом пути. Соберите потерянные припасы и доставьте в золотом пути. Хорошо. Хорошо. Выполнили еще одно задание. И это не может ни разу. Появились новые какие-то оружия. Новые, так понимаю, задания. Открыть мини-карту. Он открыл. Хорошо. Ферма. Приют. Дом Старой Иши. Все их хотят бы, конечно, посетить. Это было бы не лишнее. Еще один у нас клад где-то спрятан. Есть параплан. Вот это место интересное. Только не знаю, что не знаю, куда я спущусь к нему, не к нему. Давайте осмотрим еще один ящик. И у нас появились еще одни навыки. Если я правильно понимаю. Да, у нас два очка. Давайте купим убийство сверху. Хорошо. Следующее купим убийство снизу. Ну и, соответственно, дальше. Понарастающая. Лучше на физпоготовка. Недехто здоровье. Все будем прокачивать. Все будем прокачивать. На что у нас будет хватать терпения, силы. Ума. Где-то мы с вами не собрали один из ящиков. Интересно, где. Ну ладно. Не будем на это особо внимания. Отличная работа, брат. Теперь это чистота наша и несет людям правду. Как будет время, заскочи к Лонгену. Он друг золотого пути и будет благодарен тебе за помощь. Лонген? Торговец оружием и священник. Немного псих, но в своем деле мастер. Отмечу на карте. Лонген. Ну, понятное дело, что будет большое количество заданий от разных персонажей. Мы с этой системой знакомы еще с третьего ГТА. Ой, с третьего. Ну, вообще, в принципе, с ГТА. Он как раз впереди. Ну-ка, никогда не расстреливали животных из мини-гана. Это же очень круто. Ты не уйдешь от меня. Это очень круто. Самая лучшая охота, которой может быть. Пошли подберем, посмотрим, что это за ребята вообще. Надеете, это не значит, что война идет. Рюкзак переполнен. Ай, как это плохо. Мне бы торговца найти. Ой, как плохо. Ребята, поторгуйте со мной. Не хотите? Так, вы мне что-нибудь расскажете? Просто сидите кайфа жорите, да? Так, ну вот наша следующая цель по заданию. Приотеки, киры мы были. Давайте вот сюда пойдем сходим. Посмотрим, что там. Рюкзак плохо что переполнен. Торговца бы найти какого-нибудь. Вот он, кстати, будет недалеко отсюда. Давайте, наверное, даже сначала в торговцу съездим. Скорее всего, даже вот это будет логичнее. И радио даже переведено. Так, паренек, ты мой спаситель, иди сюда. Вот и я к тебе пришел. Новое оружие разблокировано. Давайте продадим сначала. О, как много нас удара. Так, а зачем мне это растение-то продаю? Другой кусок. Вот это я зряпно продавал там. Так. Кстати говоря, рюкзак-то у нас тоже надо прокачивать по-хорошему-то. По-хорошему-то тоже надо. Так, в принципе-то я все поскидывал, что-то хотел. Ладно, пока. Остаемся так. Где-то здесь недалеко есть сокровище. Ну, она, наверное, вон она, да? Как к нему добраться, кто-то мне скажет. Блин, думал, расшибусь. Ну, я, в принципе, и расшибся. Так, ребята там что-то какие-то жесткие воюют вообще. Внизу. Помочь им, нет? Вообще, за что воюем-то, пацаны? Ладно, это не наша война. Нам нужно осмотреть припасы. Так, вон они, недалеко отсюда. Да, охота, конечно, здесь важная вещь. Прокачивать самые нужные вещи. От рюкзака до оружия, да? До всяких кобур. Которые позволяют носить больше оружия. Так, Энн, здесь не просто даже, да? Лежит какой-то груз. Здесь нужно выполнить квест. Поставки в золотом пути. Не хватает припасов. В празднике точки забейте груз. Давайте. Линк! Прием! Это ты? Не знаю, никого с таким именем. Проклятие! Опаздывает! А ты кто? Аджай Гейл. А ты кто? Аджай Гейл? Минуту. Да, Аджай, я тебя знаю. Я копал из золотого пуза. Может, ты нам поможешь? Мой отряд ищет припасы, но у меня не хватает людей. Армия короля ждет посылку от снабжентов. Шлю тебе координаты мест, куда сбросят груз. Забери все раньше, чем это сделают солдаты. А что все-то? Припасы. Нам пригодятся. Ладно, я все заберу. Так, что-то с одной пулей-то не убиваются у нас, ребята. Но тут, я так понимаю, мне нужно очень быстро бегать по точкам и собирать разного рода вещи. Не люблю такие задания, честно говоря. Не особо. Ну да ладно. Что здесь? За счетчик идет. Надеюсь, не бомба? Так, где-то еще здесь ящик. Где он? С той стороны, что ли? Угу. Вот он. Ладно, кто-то кого-то завалил. Закрыто до дальнейшего уведомления. К моему повеликому сожалению, придется закрыть ракшу старого Иши на неопределенное время. В эту трудную минуту мне не по силам вести дела. Кремация моей прекрасной дочи. Должна оставаться силам. Понятно. Так, а мы где территориалин-то? Это фирма Пробраха, недалеко от нас. Арсенал. Тоже какая-то интересная вещь. Ладно, подбираем. Идем к следующему. А, вот это задание не тяжелое. Здесь всего будет две точки. Я так понимаю, со временем они будут все больше и больше. По количеству точек и по сложности достижения этих точек. В принципе. Да, очень много вертикального геймплея обусловленного ландшафта. Не могу сказать, нравится мне это, не нравится. Пока не раздражает, по крайней мере. Но думаю, со временем будет. Со временем будет. Так. Это что за лагерь? Надеюсь, там не враждебный. Просто какая-то деревенька. Как в нее не заглянуть? Мало ли что найдем. Надеюсь, он клад какой-то здесь. По времени вроде никто не ограничивает. Так. Тут орлы какие-то бешеные. Вообще просто. Просто орлы и льдоеды. Поэтому надо быстрее прятаться в здание. Пока тебе эти орлы не заклювали. До смерти. Так. Здесь еще одна точка интересная есть. Я имею в виду с ящиками. Да. Ну, конечно. Если охотиться за каждым ящиком, это капец, ребята. Там можно просто устать. Так. Окладывайся. Приди ящик-то. Вот он. Я его пробежал два раза уже. Так. Ну, двигаемся дальше. Я так понимаю, нам придется маленько занятую добычу повоевать. Нет? Ну, пока вроде нет. Так. Тут лает. Лучер, да что такое есть-то? Хорошо. Это у нас шкура кого? Черного торпира. Где-то я его видел там в списке нужных мне вещей. Это точно. Так. Еще и волк у нас тут. Но волк мне тоже, в принципе, нужен для продвижения пока буря. Так. Тут у нас еще и плакат. Что тоже мне не очень нравится. Так. Ладно. Ищем точку. Все у меня. Так. Обалдеть. А теперь быстрее доставь их вот сюда. Спасибо. Так, как далеко. Так, мы попробуем, конечно, доставить очень быстро. Но что-то я сомневаюсь. Так, 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 тихо, тихо. Не расшибиться бы. Бляха. Я не очень люблю такие задания. По двум причинам. Во-первых, я не люблю бегать, собирать просто все. Именно по заданию, имеется в виду, принеси, подай. А во-вторых, я не люблю, когда я ограничено времени. Соответственно, здесь уже два параметра, по которым я не люблю такие задания. Помогите! Хорошо выполнили еще одно задание. Такое сайдер. Кто там просит помощи постоянно? Кого жрут? Кто-нибудь мне расскажет, нет? Кого тут у вас жрут? Помогите, помогите. Так, вот здесь, наверное, кого-то захомячили, да? Не успел я помочь. Парни, ну кто вам виноват? У нас появилась еще одна возможность прокачать навыки. Давайте посмотрим. Одно очко нам дали за каждое задание. Да, ну вот вам и стима выполнять такого рода задания. Так. Быстро перемещение в этой точке есть, нет? Ферма. А мы, кстати, с вами находимся, где мы находимся? Дом Старой Иши. Вот его там мы и осмотрим. И вот он мы и осмотрим. Они, наверное, и просили о помощи. Скорее всего. Ой, там что-то жесткое. Какая-то птица, блин. Да, экосистема, конечно, здесь... Ну, мы читали о том, что он на похоронах своей дочери. Ты Иша? Да, ну, погружение, конечно, в атмосферу. То есть, читаешь записки, тут же наблюдаешь этих героев. Это прикольно. Это прикольно. Так, а где у тебя ящики-то? С той стороны. Судя по всему, с той стороны вот здесь. Только я их не вижу. Наверху, что ли? Иши, опусти меня наверх туда, что ли? Я не вижу твой ящик. Так, к нему можно зайти внуком. Хорошо. Поспать, наверное, можно, да, у него? Логики вещей. Записка. Пусть наше оружие старое одеяние не оставляет противника в ужасе бежать проще. Я уверен, что победа будет за нами. Амита дает нам надежду. Не позволю, чтобы всякие дикари вольготно чувствовали себя в моем доме, попирали наши права и не предуски относились к культуре предков. Ну ладно, здесь у Мина своя пропаганда, у Золотого Пути своя, да? Блин, нет места, это жалко. Это жалко. Надо прокачивать рюкзак, надо прокачивать снаряжение, для этого нужно охотиться. Едет, наверное, много времени уделять охоте. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по времени. По времени у нас прилично. Давайте на этом эту серию закончим. Следующую серию начнем с того, что посвятим, наверное, ее... Сначала сбегаю, все продам. Чтобы освободить рюкзак, поработаю с санитарем, потому что мне нужно для охоты, каких зверей мне искать. Ну а продолжим дальше уже по сюжету и по интересным местам двигаться. С вами был Ангель Плея, ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok